Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 587. События дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 22 июля 2017 года, суббота. Какие могут быть у нас события? Утром нас теперь стал увозить на работу, на второй мостик. Роман Малыш. У него машина, джип. Старенькая, но проходная. Другая там может и не подняться, потому что в дожди идут 3-4 раза в день. Притом сильные. Так что туда даже и трактор-то и то скользит. А машина вообще не въедет на пригорок. Солончак. Как по пластилину по какому. Ну вот увез он нас. Дальше, если что не ладится, на месте там опять ремонт. Машины требуются. Вчера большой у него ремонт был. Даже он не знал какие-то на ведущем заднем справа. Заднее справа. Такое как шестеренками кольцо большое. Колесо заднее, которое гусеницы тянет. И там болты. И они расхлюпались и вылазят. А вылазят и раз оно проворачивается, задевает за другую мощную такую станину. И срезает их. И посмотрел, когда охватился бульдозериста. Уже срезано штуки четыре болта. Ой-ой-ой. И срезано. Их не вытащить, ничего надо. Нельзя. Как-то там шлицы что-то называл, убирать надо. И остальные мы затягивали, затягивали. Такой ключ. Ставишь буквой Г. Не знаю, как его назвать. Огромный. Да еще ломиком. Да еще сверху встанет. Я-то с ним все время. От меня. Какой толк? Я записываю, когда работает, не работает. Это для меня главное часы, время. За каждый час полторы тысячи рублей платить. А ремонтируйте, аж ничего не получаю. За ремонт. Заправка приехала. Это тоже. Полчаса бывает. Час сорок один раз. Ушло, ждал он, нету. Как я платить буду? Заранее мы обговорили, что это неоплачиваемое. Оплачиваемое то, что он на работу едет. Гонит бульдозер. И обратно. Вот это. И работа непосредственно. А обед все это я выкидываю. Это оно и так понятно. Но обговорено это все. Перед работой. Вчера мы затягивали, затягивали эти болты. И с обратной стороны затянем. А чтобы они были верны, опять нужно ему лезть и тронуть. Я стою в маршрут, сколько они появятся назад. Метр там меньше. Опять дернется. Опять те старые, которые крутили уже. Опять по новой. Ну, внутренний такой ключ с изгибом. Вставляешь его туда, как трубку. Тоже много времени ушло. А утром я приготовил уже заранее тут. Мария Королева поощнила одну палатку, другую. Виктора забрали. Моя палатка была хорошая, чтобы были палатки. И переделал шатер свой. И дождь-то начался, да сильный вчера. А я туда прополз и там оделся. Оделся как? Ну, сверху клеенку. Под себя одна клеенка. И главное, эта палатка привязана уже не за четыре угла была, а за восемь мест. И она вплотную к земле подтянута. Я туда ползком, ползком пробираюсь по-пластунски. И сверху еще клеенку мне выделили. И говорит, ее дал там, купил Лужков. Ну, и меня ни капли не замочило вчера дождем-то. И как я не крепился сон победить-то, а уснул. Уснул, и кто-то подошел вроде бы и спрашивает что-то там, таким писклявым голосом-то. Я проснулся, да я оттуда кричу, как наша мама через окно. Кто крещеный-то? Отвечай, вылазить не буду. А чтобы на меня не наехали, я лопату тут рядом воткнул, там еще что. Никто не отвечает. Ну, выполз, дождь-то кончился. А оказывается, трактор шумит. А вот это-то, наверное, и есть кто. Когда срезало у него эти болты, которые расхлюпались. Он на этом тракторе неделю работает. Говорит, я его не видел, этот трактор никто не предупредил, не сказал. Все гайки же не будешь подтягивать. Я говорю, давай на левой посмотри там. Ну, на левой нет ничего, все нормально затянуто где-то. К нему тоже у меня вопросы есть. Почему он так широко дорогу расширил при езде на второй мостик? Чуть не в два раза. Ну, толкает в отвал. Ну, значит, так надо. Что-то я недопонимаю, думаю, лезть я не люблю. Я только наблюдаю, записываю, и какая помощь нужна. Малость. Никита нам среди, ну, где-то во втором часу пораньше привез обед ему. И мне ему в корзинке, а мне в мешке. Так он приезжает, и Роман перед богослужением, там, дождик начался и позвонил. Ехать нет. Мы говорим, не надо. Главное, утром он сумел этот мокрый слой-то содрать, а дальше уже сухо пошло. И вот весь день. Ну, я не сижу, надо проверить там, что-то. Гляжу, у него работа идет нормально, я ушел далеко. Там, где соединительный первый-второй мостик, который зимой копали, как назвать его, не знаю, канал мы называли. Посмотрел, что вода поднимается, там утки завелись. Потом вижу пасут. Пасут с залогом около деревни-то. Взял лопату, туда пошел. Ну, это примерно 660 шагов посчитал я. Кто пасет, так и не понял. Думал, что Василиса пасет, а на самом деле, наверное, там Екатерина была. Я говорю, первый мостик мы закончили, можешь прогонять скотину. А тут трава большая, вы их как утюгом там все загладили на той стороне. Это каждый день, каждый день. Одно и то же, по берегу, по откосу, снуют туда-сюда. Идите сюда. Но никто не пошел. И после обеда другой пастух. Пасут до обеда, после обеда меняться. Не слыхал даже такого. Это не любовь к скотине, по-другому не скажешь. Я опять лопату в руки, опять пошел. Вот туда 660 шагов, да, обратно. Да по грязи, да по этой шлепаю. Зачем? Чтобы загнали сюда. Тоже не загнали, не погнали. То есть я иду, выполняю, делаю. А потом вдоль тут лого пошел дальше. Думаю, с Романом съездить. Можно даже сегодня показать места размыва земли во время потопа Ноева. А никто не опровергнет это. Никто. Ровное место и такие прорывы. Вот показать. Ну, а вечером, в субботу, днем они баню и сопили. Я сказал, подтопите. Вечером. А когда ехали, я спросил Виктора, вы хотели бы в баню сходить? Он говорит, да не мешало бы. Ну, вся неделя-то под трактором провел тут, считай. Ну, не мешало, не мешало. Я говорю, я тебе веник подарю. Я говорю, я сам веники вязал-то. Ну, и правда. Я говорю, я помоюсь, приеду первую. Дорога я спрашиваю, нет кожных заболеваний? Нет. Я говорю, я обязан спросить. У меня дети моются. Ну, и прихожу, а тут смотрят фильм. Сидят у нас в зале. Шесть называется. Про гонянина христиан. Про казнь при антихристе уже. Ну, и Виктор в баню сбегал за ним Володя. Я говорю, лично, чтобы ему привел. А то мимо промажет тут. Вот, и веник ему тут покажет. А там мне все показали. Зашел, я решил проверить в бане. Предбанники веник лежит. Ну, чего говорить не слышу. А когда он вышел, он зашел. На колесе стоял. Я говорю, что же веник-то не взял-то? Я сегодня угорел, говорит. Угорю я. Вот как. Угорел он. Я говорю, где же ты угореть-то успел-то? По белому баньку-то у нас протопили. Ну, в бульдозере. Там же выхлопные газы. В какую сторону ветер дует. А из трубы дым, как из кочегарки у него. Ну, эти последние дни уже вторую ночь оставили там трактор. Так только уж Господь охраняет где-то. Приезжает на месте. Не хлюпать ему гусеницами. Столько время тратит. И трясет его. А ему зачем? Он тоже вроде бы. Да пешком дойдем. Так скромничает. Ну, никак. Я тут дал сигнал. И вот он, Катя, на своем джипе. Роман Малыш. Нас подцепил. Ну, у меня-то с собой ножовка, топор. Я там все это переоборудовал. Теперь я уже знаю, как делать. Самый лучший вариант. Как просушивать одежду. Сделать для просушки. Ну, обиходить себя надо. Вот. И все время записывать, во сколько кто приезжал. Высчитать, какое время для работы. Это событие. Это целый день. Напряженный. До того, в уставший прихожу. Ну, слово усталость я не люблю. Ну, все-таки уже мне за 60, уже 79 год идет. Вот так. Не люблю это слово. Но оно подходит. Видимо, крепко подходит. Вчера, видимо, маленько заснул. Ну, минут, может быть, на 10, на 15. Там в палатке. Дождик стучит по палатке. А я слышал раньше, с железом, когда крылья, бояре там или кто, крестьянки. То посылали крестьян. Они крапили воду. И она стучала по кровле, чтобы легко было заснуть. И не пошел даже в нашу столовую обедать. А у себя над головой тут, где сплю, висят запасные сухари. В банке мед. И солодка. Очень уже кислая. Маленько соды добавил чуть-чуть. Сбил это. И поужинал. Этим поужинал. Ну, ложись, нельзя спать. Сунулся в интернет. В интернете это тут я тоже обеспечен. Никита смотрит за этим. Вот сейчас я каутром где-то и связи нет. Поэтому я пришел. А Надежда Васильевна уже пришла в окно. Мне постучало в 4.40. А я уже сижу за компьютером. Никита тоже подошел к окну через дорогу. Нет связи. Пришел. Вижу, свет горит. Вы занимаетесь. Я вернулся. Но я ему ответил. Благодарю. Это забота. Моя забота не проспать. В 4.40 встать. Ну, встал в 2 часа. Потом в 3. И сна нет. Маленько сбил ритм. Там 15 минут поспал. И уже все. Выспался. Выспался. Лег там в 11. А в 2 уже на ногах. Ну, думаю, пересилил себя. Не буду. Помолился. Да скорее опять лег. И сна нету никакого. Нету. И мысли разные в голову лезут. А мысли лезут из-за чего? Кошку лечим, а не излечивается. Я сейчас припоминаю, где у нее пятна. Не собака ли Сергеева, или какая. Гналась за ней, да укусила ее зад. Вот. Такое может быть. Ну, она уже зад почти не поднимает. Белая вот красавица у меня была кошка. Это вот за 22 июля, за субботу. Вот. Ну, и сейчас я хочу сказать. Это у нас второе. Вопрос я не окончил. Вопрос, что сначала показать, наверное, эти наши ресурсы. Вот. Это вот первое, любимое мое, мой мир, где я в шапке. Тут можно связь иметь. Почта есть. Почта есть, вот вверху кисти инва, собачка, mail.ru. Вот. Второе, это форум. Форум. Вот вчера интересно, что-то посещал, кто, сколько у нас посещал. 195, съехало куда. Ну, видимо, на работе люди тоже. Но 195 человек зашло. 1600 тем богатые. И вот наш православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Сегодня я 12 роликов поставил. Некоторые уже посмотрели. Тут 14. Выпечка хлеба в русской пищи. 28 просмотров за 42 минуты. Вот. По 20 больше-то нету. Самая малая посещаемость, как Христу под благословение от Господа. Из-за причастной молитвы один просмотр. Один. А осмотр места работы на первом мастике – 20. Разница же большая. Прощание с Ливией и ей исполняем музыкой. 39. Ну, за 51 минуту. Вот такое дело. Ну, и последний наш большой ресурс – это православный библейский сайт. Вот он здесь, это вопрос, ответ. И вот теперь я беру один вопрос. 3865. 26-й том. Поучительны ли биографии тех поэтов, которых приводите в своих книгах? Я отвечаю, поучительны, может быть, только то, что сравниваешь со священным писанием и прилагаешь к себе. 1 Карифе 106. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. То есть я это закрываю, показываю, досчитал до Ломоносова. Ломоносов Михаил Васильевич родился 8 или 19 ноября 1711 года в деревне Денисовка, близ Холмогор, около Архангельска, в семье государственного крестьянина, который занимался земледелием и рыбным промыслом. Ломоносов помогал отцу и выходил с ним на небольшом судне в океан. Уже в детские годы он вышелся грамоте, мог читать и писать. В декабре 1730 года без ведома отца ушел в Москву и поступил в славяно-греко-латинскую академию. Крестьяне не получали в нее доступа, но Ломоносов скрыл свое низкое происхождение. За пять лет он прошел восьмилетний курс обучения, владел латыней и успешно усвоил другие науки. Закончив обучение в славяно-греко-латинской академии, он был в 1736 году послан в Германию для изучения механики, физики, химии, горного дела и языков. В июне 1741 года он вернулся в Петербург. С это время началась его блестящая академическая деятельность. В 1745 году он становится профессором химии. Научные открытия следуют одно за другим. Диапазон исследований ученого необычайно широк. Химия и физика, навигация и мореплавание, астрономия, история, филология. Нет, пожалуй, такой области знания, куда бы ни проник светлый ум Ломоносова. По его инициативе был открыт в 1755 году Московский университет. Впрочем, он сам был по глубокому и верному замечанию Пушкина первым нашим университетом. Действительно, Ломоносову присущ поистине энциклопедический размах. Смыслом жизни Ломоносова до самого последнего дня было утверждение наук в Отечестве, которое он считал залогом процветания своей Родины. Утверждение наук в Отечестве. Интересное выражение. Утверждение наук в Отечестве. Надо мне это выделить будет. Утверждение наук в Отечестве. Который считал залогом процветания своей Родины. Тем же пафосом просвещения проникнута его филологическая и поэтическая деятельность. Многостороннее дарование Ломоносова проявилось в этих областях с исключительной силой и подлинным новаторством. Ученый стремился проникнуть и в тайны языка, и в загадки стихотворства. Лохвицкая Мария Александровна Лохвицкая в замужестве Жибер, подписывавшего стихи Мира Лохвицкая. Еще при жизни получила имя русской Сафо. Любовь была главной темой ее творчества. Строка это счастье сладострасти воспринималось как девиз поэтессы. В ее ранних стихах любовь – светлое чувство, приносящее семейное счастье и радость материнству. Впоследствии жизнь лирической героини осложняется вторжением греховной страсти, вносящей в ее душу разлад. Чувственная и жизнелюбивая по поверхности лирика Лохвицкой, воспевающая греховную страсть, таила душевную чистоту и простодушие, глубокую религиозность. Склонность к мистицизму явственно сказалась в поздних стихах, с их предчувствием близкой смерти. Умерла она от туберкулеза в 36 лет, оставив пятерых детей. Майков, Аполлон, Николаевич. Древний род их был богат, одаренными людьми. Среди них русский богослов 15 века Нил Сорский, поэт Екатеринских времен Василий Майков, отец Майкова, академик, живописи, мать поэтесса и переводчица. Брат Валериана известен как литературный критик и публицист. Другой брат Леонид стал историком литературы, издателем Гончаров. И Гончаров, который в юности давал уроки словесности братьям Майкова, вспоминал, дом кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание сферы мысли, науки и искусств. В ранние годы Майков почти в равной степени увлекался и живописью, литературой. Лишь сильная близорукость не позволила ему в дальнейшем пойти по стопам отца. Гармонический взгляд на природу, до сих пор свойственной антологической лирике Майкова, теперь дает себя знать в зарисовках русских деревенских пейзажей. Золотой дождь, памятный всем по греческой мифологии, именно в виде золотого дождя взошел Зевс к Данаю, становится у Майкова постоянным атрибутом сельского пейзажа и сквозной метафорой цикла. А античный пан, теряя свои зримые очертания, трансформируется в олицетворение природы как таковое. И все же Майкову пришлось на склоне ветвь вновь вернуться к грекам и римлянам. Но уже включив их в контекст общих размышлений о ходе развития цивилизации. Еще в конце 40-х годов он работал над лирической драмой «Три смерти», столкнув в ней две господствующие философские системы древнего мира – эпикурейство и стоицизм. А в 1872 году в трагедии «Два мира» вновь обратился к теме гибели Вечного Рима, сохранив как художник свои симпатии более на стороне изыщества, нежели христианства. В книге «Вечные спутники» Мережковский писал, «Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни врагов, ни гонений. Путешествия, книги, стихи, семейные радости, мерцания – небурные, но долговечные славы». Пожалуй, в самом деле для русского поэта Майков имел малопоэтическую биографию. Не был преследуем, не умирал на дуэли или на ашафоте, его не раздирали мучительные страсти. Все внешнее у него ушло глубоко внутрь. Но именно его внутренняя духовная эволюция, его путь от грехов к римлян, к русской действительности, русской истории, истории чужих народов, поэзи священного писания, к вечным вопросам бытия – все это и стало его биографией. Мэй Лев Александрович, известный поэт, родился 13 февраля 1822 года в Москве, сын обрусевшего немца-офицера, раненого под Бородином и рано умершего. Мать поэта была русская. Семья жила в большой нужде. В начале 50-х годов Мэй получил место инспектора 2-й московской гимназии. Но интриги сослуживцев, не взлюбивших кроткого поэта за привязанность к нему учеников, вскоре заставили его бросить педагогическую деятельность и перебраться в Петербург. Еще из лицея, а больше всего из дружеских собраний молодой редакции москвитянина, он вынес болезненное пристрастие к вину. Большие графины расшатывали здоровье Мэя и порой доводили его до совершенной нищеты. Он сидел в лютые морозы в нетопленной квартире, чтобы согреться, раз разрубил на дрова дорогой шкаф жены. Беспорядочная жизнь надорвала его крепкий организм. Он умер с 16 мая 1862 года, выдающийся виртуоз стиха и только. У него нет внутреннего содержания, он ничем не волнуется, и потому других волновать не может. У него нет ни глубины настроения, ни способности отзываться на непосредственное впечатление жизни. Общий недостаток их – растянутость и отсутствие простоты. И стихотворение Мэя с нерусскими сюжетами заслуживает внимания «Отойди от меня, сатана». Ряд картин, которые искушающий дьявол развертывает перед Иисусом Христом. Знойная Палестина, Египет, Персия, Индия, угрюмо-мощный север, полная негия лада, императорский Рим в эпоху Тиверия, Капри. Это лучшая часть поэтического наследия Мэя. Так, в наиболее слабые из драма его стервили, рисующие Рим при Нероне. Он задался целью показать победу христианства над римским обществом и сделать это с нарушением всякого правдоподобия. Превращение главной героини в течение нескольких дней из девушки, выросшей строго в римских традициях, и при том в нравственной семье, в пламенную христианку, да еще в монахиню неверно и исторически монашество появляется во II-III веке. Решительно ничем не мотивировано, является полной неожиданностью как для ее жениха, так и для читателя. Те же белые нитки предвзятой мысли лишают жизненности царскую невесту и псковитянку. В особенности испорчен тенденциозным преклонением перед всем древнерусским Иоанн Грозный. Но мы это сентиментальный любовник и государь, весь посвятивший себя благу народа. Мережковский. Писать стихи Дмитрий Сергеевич начал в 13 лет. В автобиографии он упоминает о том, как его отец, столоначальник и придборной конторы привез 15-летных гимназистов к Достоевскому, который нашел ученические стихи Мережковского плохими и слабыми. Чтобы хорошо писать, страдать надо страдать. В 1888 году он женился на начинавшей тогда поэте Сигипиус. К тому времени относится пережитый Мережковским религиозный переворот, давший новое направление его творчеству и литературно-общественной деятельности. Брюсов связывал с именем Мережковского, возникшее в российском обществе, начало 1900-х годов движения, суть которого составила в призыве к религиозному возрождению и в проповеди неохристианства, способного объединить евангельский идеал с полножизненным языческим началом, утвердив равносвятость духа и плоти. По его признанию, решающие значения для него имели события 1905 года, когда он безуспешно пытался заручиться поддержкой официальной церкви в борьбе против черносотенных погромов, а затем против измены царского правительства и его собственного манифеста 17 ября. Я понял, писал он, связь православия со старым порядком России, понял также, что к новому пониманию христианства нельзя иначе подойти, как отрицая оба начала вместе. Октябрьский переворот не принял с 1920 года в эмиграции, отойдя от художественной прозы, писал историко-религиозный эссе. Мятлев Иван Петрович родился в Петербурге в старинной и богатой дворянской семье. С пяти лет он числился в коллегии иностранных дел. С 1813-14 годов воевал против Наполеона в звании карнета белорусского гусарского полка. Участвовал в заграничных походах, затем уволился из армии и обосновался в своем прекрасном петербургском доме среди роскоши и знаменитых произведений искусства. В 1821 году он решил поступить на службу в канцелярию министра финансов по департаменту мануфактур и внутренней торговли. Дела не обременяли мятливо, чины и звания шли исправно, и спустя несколько лет он уже стал действительным статским советником и камергером. В 1836 году он оставил службу, отправился в заграничные путешествия, посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию. Вернувшись в Петербург, открыл в своем доме музей музыкальные вечера, куда приглашали все приезжие отечественные знаменитости. Куплетные формы с их легкими ритмами создавали впечатление необыкновенной бойкости и даже развязности, свойственной Курдюковой, а ее речь, составленная коварным автором из разноязычных слов и оборотов, разоблачала сомнительную образованность недалекой барыни, которой не помогали никакие иностранные слова для выражения сбивших их мыслей. В этой драматической сценке, заслуживавшей похвалу, критики, диалог между барином Несмышленышем и слугой, который прикинулся дурачком, простофилией, обнаруживает полную несостоятельность господина. Он ничего не смыслит в сельской работе. Он уже разорился, но все еще напускает на себя важный вид и продолжает куражиться. Сенсации выходили трижды. Последний раз в год смерти поэта, неожиданно скончавшегося в Петербурге среди масляничных развлечений. 1 Коринфянам 10, 11, 12. Это мои добавки и священном писании. Все это происходило с ними как у образа, а описано в наставлениях нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. В стране лучей, неизримой нашим взором, вокруг миров вращаются миры. Там сон мы душ возносят стройным хором, своих молитв немолчные дары. Блаженством там сияющие лики, отвращены от мира суеты, не слышны им земной печали клики, не видны им земные нищеты. Все, что они желали и любили, все, что к земле привязывало их, все на земле осталось горстью пыли, а в небе нет ни близких, ни родных. Но ты, о друг, лишь только звуки рая, как дальний зов твою проникнут в грудь, ты обо мне подумай, умирая, и хоть на миг блаженство позабудь. Прощальный взор, бросая нашей жизни, душой, друг, глядись в мои меччерты, чтобы узнать в заоблачной отчизне, кого звала, кого любила ты, чтобы не мог моей молящей речи небесный хор навеки заглушить, чтобы тебе до нашей новой встречи в стране лучей и помнить, и грустить. 1856 год. Алексей Константинович Толстой. Это я все брал у Евгения Евтушенко, который умер в этом 2017 году, 1 апреля. Вот так. Ну, что сказать. Слава Богу. На этом все.